Время независимости Родина призвала на защиту суверенитета и укрепление обороноспособности своих сыновей В это же время в поддержку воинам откликнулись волонтеры со всех регионов Украины Жители Слобожанщины также не остались равнодушными И сегодня мы приветствуем всех собравшихся в день рождения волонтерской группы «Южный пост» города Харькова Я рада всех приветствовать сегодня от имени главы области Игоря Райнина Вы делаете огромную работу Все эти люди, около 50 человек, которые собрались идейно Независимо от социального положения, независимо от образования, от работы Вы все заняты одним, единым делом – помощи ближнему Безусловно, в этой помощи нуждаются сегодня все И мы все, объединенные одной единой идеей Можем справиться со всеми недугами и со всеми проблемами, которые рушатся на нас с любой стороны Одной из сложных групп являются те люди, которые баранят наши кордоны Это, конечно же, наши воиновызволители Это, конечно же, участники антитеррористической операции Все эти люди проходят через мирную Харьковскую область Отправляясь на реальную борьбу со злом И все эти люди, возвращаясь с зоны АТО, проходят через Харьковскую область Нам с вами повезло Здесь царит мир И мы являемся крайней мирной точкой Которая помогает тем, кто едет туда защищать нас с вами и всю Украину И мы с вами обязаны помогать тем, кто главным кредом своей жизни ставит заботу И даже не задумывается о цене своей жизни Главное, что он защищает ближнего Наша с вами основная задача в эти сложные времена — сплотиться И я очень рада, что каждый из нас может сегодня показать, насколько велико его сердце и глубока доброта Это мы делаем не для картинки Мы это делаем не для бумаги Мы это делаем от чистого сердца Сегодня я бы хотела сказать слова благодарности организатору Южного поста Трубчанову Виктору, которого посетила эта идея Который смог организовать вокруг себя людей Человека, который является советником-губернатором Человеком, который может по необходимости Точно так же, как и другие советники, которые присутствуют сегодня в зале Обращаться к органам власти И органы власти обязаны реагировать на те нужды, которые есть в рамках своих компетенций Я благодарна всем волонтерам за их труд, за душевность, за доброту И от губернатора Харьковской области я бы хотела вручить почетную грамоту Волонтерскому объединению «Южный пост» за активную гражданскую позицию Волонтерскую деятельность и помощь вооруженным силам, национальной гвардии и другим военным формированиям Украины Награждается «Южный пост» почетной грамотой главы Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин Это почетная грамота всем вам Игорь Львович попросил меня принести сладкий подарок Этот сладкий подарок будет передан вам И я надеюсь, мы все вместе выпьем чаю И душевно отпразднуем этот день рождения Не можно осторожить від вирішальних водій Крохуймо разом И с тонуками тоді відчуть тепло від мих мрій Крохуймо разом Работа ведется 24 часа в сутки И причем люди работают совершенно бесплатно Это истинные волонтеры Более того, мы на сегодняшний день кормим, поим солдатами Первый, второй есть конфетки, печеньки Порядка 15 тысяч Тут точной цифры, естественно, нет Мы не ставили крестики, палочки Просто в среднем, наверное Проще разговаривать с теми или иными организациями Проще чего-то, скажем так, достигать Я занимаюсь не только Южным постом У нас еще есть общественный штаб Почему у нас? Потому что там несколько человек объединилось Мы помогаем людям И, скажем так, для многих эта помощь неоценима И вот, скажем, то, что советник, это очень помогает Мы тесно общаемся с волонтерами И, конечно же, реагируем на все те потребности Которые нужно решать органам власти У областной государственной администрации Есть целый волонтерский штаб А также есть советники-волонтеры Которые приходят с теми необходимыми вопросами Которые нужно решить Мы помогаем и Южному посту Помогаем и другим волонтерским организациям По необходимости Органы власти обязаны включаться в потребности людей А волонтеры – это тот коммуникатор Который находится между органами власти и людьми И мы реагируем на те просьбы И те нужды, которые есть в обществе Поэтому, безусловно, это приносит пользу всем И волонтерам, и органам власти Потому что организовываются и решаются проблемы Ну и, безусловно, самый конечный потребитель Этой условия – это, конечно же, люди ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ